Сегодня депутаты, представляющие новые субъекты Федерации в Государственной Думе, решают проблемы, которые являются общими для Республики Крым, для Севастополя и обеспечивают скорейшую интеграцию новых субъектов в социально-экономическое пространство России. Не проходит ни одной недели буквально в ходе работы седьмого созыва депутатов Государственной Думы, чтобы депутатский корпус не рассматривал тот или иной вопрос, который непосредственно касается интересов жителей Крыма, интересов жителей Севастополя. Вот только на, допустим, последней неделе, которая предшествовала региональной неделе, мы рассмотрели два проекта закона, которые напрямую касаются интересов крымчан и севастопольцев. Один из них расширяет круг участников свободной экономической зоны, которая была создана на территориях Крыма и Севастополя, включая в него те субъекты предпринимательской деятельности, которые работают в сфере добычи нетр, полезных ископаемых, в частности подземных вод. И этот закон фактически направлен на поддержку крымских и севастопольских предпринимателей, потому что он обеспечит им доступ к статусу участников свободной экономической зоны, к налоговым льготам и другим льготам и преференциям, которые позволят им развивать свой бизнес, создавать новые дополнительные рабочие места и увеличивать объемы выпускаемой продукции. И еще один проект, который мы рассмотрели буквально на днях, это внесенный мной и моими коллегами по фракции «Единая Россия», депутатами Государственной Думы проект федерального закона «Изменив жилищный кодекс», которым и продлевается до 1 января 2020 года, срок на протяжении которого крымчане и севастопольцы смогут воспользоваться своим правом на приватизацию жилья. Инициатива эта связана с тем, что сегодня уже можно говорить о том, что по независимым от ним причинам многие крымчане и севастопольцы не успеют реализовать это право до того срока, который сегодня установлен действующим федеральным законодательством, это 1 марта 2017 года. Именно с этим связано то, что мы внесли эту законодательную инициативу, которая была поддержана нашими коллегами, соответствующий документ был принят в первом чтении. И вот поверьте, таких вопросов достаточно много, они находятся в работе, и в этом плане очень важно, поскольку перечень этих проблем не является конечным, мы сегодня решаем одни проблемы, завтра появляются новыми. И вот в этом плане очень важен постоянный диалог с избирателем, причем диалог прямой, потому что только такие встречи, общение, прием граждан, только он может дать тот срез проблем, которые нуждаются в оперативной реакции законодателей. Ведь не все проблемы можно, образно выражаясь, залить деньгами. Многие проблемы нуждаются именно в нормативном урегулировании, то есть они либо требуют принятия новых федеральных законов, либо требуют внесения изменений в действующих федеральных законодательствах.